В Воронеже состоялась 27-я конференция Воронежского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В ней принимали участие делегаты от 39 местных отделений партии, члены регионального полицовета, контрольно-ревизионной комиссии, депутаты Государственной думы, представители региональных и местных органов власти и избирательных комиссий. Списки кандидатов от «Единой России» в депутаты Воронежской областной и городской дум были определены предварительно в ходе внутрипартийного голосования. Процедура «Праймерис» проводится уже не первый год. «Праймерис» предвыборной кампании 2015 года безусловно отличается от предыдущих. Здесь характерные отличия и в количестве заявленных участников, в количестве площадок, которая проводилась по каждому территориальному округу. И, вероятнее всего, по этим можно оценить именно тот демократический подход, ту открытость, которую на сегодняшний день, скажем так, диктует жизненные реалии для любой партии. В общем-то, «Единая Россия», наверное, закономерно построила именно такое достаточно прозрачное участие, потому что это наиболее массовая партия на сегодняшний день. И это партия, которая находится под достаточно серьезным вниманием избирателей. В общем-то, я думаю, что и для кандидатов вот этот предварительный отбор, он тоже является достаточно такой характерной ступенью. И позволяет все-таки уже переоценить свои возможности, свои желания, свои намерения еще на этом предварительном пути. В ходе конференции делегаты тайным голосованием утвердили списки кандидатов в депутаты Воронежской областной думы 6-го созыва и кандидатов в депутаты Воронежской городской думы 4-го созыва по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам. На конференции также была принята предвыборная программа Воронежского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Я считаю, что эти выборы должны пройти конкурентно, открыто, легитимно. И любое политическое объединение, любая политическая партия должна идти к жителям со своей программой, предлагать пути решения, доказывать свою эффективность. И главное, тот основной по, я считаю, та политическая программа любой партии, которая будет позволять решать текущие, насущные, ежедневные вопросы. Потому что, начиная от муниципальных органов, административного центра и нашего региона, задачи у всех жителей достаточно разные. Кого-то интересует благоустройство, кого-то комфортная жизнь, кого-то хорошая дорога, кого-то социальные обязательства. А нам необходимо, чтобы тот курс, который реализует на территории Воронежской области губернатор Алексей Васильевич, Гордеев продолжал ускоренными темпами развиваться дальше и притворяться в жизни. И каждый, чтобы человек на себе это чувствовал. Не где-то там далеко, а конкретно в повседневной жизни. Всего мы должны будем избрать 4078 депутатов или должностных лиц, я имею в виду глав городских, сельских поселений. То есть выбор очень большой. И для 1 миллиона 888 тысяч 102 избирателей, которые сегодня числятся у нас на учете, есть, безусловно, выбор. Единственная просьба и пожелание, вот в оставшееся время, а время летит очень быстро, постараться познакомиться с кандидатами, узнать их, так сказать, намерения, их программы, задать им вопросы, может высказать свои пожелания. И я полагаю, что должны победить наиболее достойные, что называется. Я думаю, что абсолютное большинство наших избирателей за последние 20 лет стали разбираться в словах и в делах. И поддержать те, кто конкретными делами продвинут нашу область вперед в ближайшие годы. А я хотел пожелать успехов и кандидатам, и нашим избирателям особенно не ошибиться в выборе. Субтитры создавал DimaTorzok